День дипломатического работника Приходили сюда, на это место, место гибели нашего дипкурьера Теодора Нетто. Сегодня 90 лет с той даты. Было нападение на наших дипкурьеров, которые везли диппочту в Ригу, в наше посольство. Напали на них бандиты, которых потом так до конца и не усыновили. В результате этого нападения Теодор Нетто был смертельно ранен. Но отбиваясь, он смог нанести два ранения нападающим. Его коллега Яган Махмасталь был ранен. И он держал эту почту у себя, никого не подпускал. В середине дня уже в Риге в Большом зале посольства Александр Вишняков провел пресс-конференцию. Проходила она в прямом смысле на фоне российско-латвийских отношений. Этому была посвящена традиционная отчетная выставка, расположенная здесь же. За 467 лет приемы и методы российской дипломатии, конечно же, менялись. Но неизменными оставался ее основной смысл. Обеспечивать национальные интересы страны, заботиться о покреплении ее международных позиций, содействовать межгосударственному общению. Латвийских журналистов интересовали ответы на самые разные вопросы, начиная с поддержки образования на русском языке в школах национальных меньшинств и количестве латвийцев, принявших гражданство России за последнее время, и до возможности продолжения культурного сотрудничества между двумя странами на фоне политических недоговоренностей. Особого внимания заслужили комментарии о реакции России на призывы Латвии усилить присутствие НАТО на ее территории. Давайте вспомним историю. Принесемся в 20 век, и когда Куба попросила Советский Союз, вот с учетом того, что у нас опасность есть, мы тут незащищенные, находимся под боком огромной страны, поставьте нам ракеты для того, чтобы защитить нас. Какая реакция была государства, на порог которого поставили эти ракеты? Мир оказался на грани войны, помните. Что делать? Надо, во-первых, остановиться в этой риторике, в этой нагнетании ситуации, которая привести может в гонки вооружений. А это всегда опасно. И это надо хорошо понимать, в том числе и Латвии, правительству новому Латвийской республики, которая правильно ставит вопрос «главная задача развития народного хозяйства, экономики». Но не будет получаться выполнение этой задачи, если будет здесь зона прифронтовая, как называют некоторые, те, кто считают, что они находятся в прифронтовой зоне. Не будет тогда доверия инвестиций сюда никаких. Впрочем, несмотря на тревожные ноты в латвийско-российских отношениях, в них есть и позитив. Продолжает работу совместная комиссия по демаркации границы. С успехом прошли в Латвии дни юбилейного 10-го фестиваля «Золотая маска», сохраняется сотрудничество на уровне ряда министерств и ведомств. Поэтому пресс-конференцию Александр Вишняков завершил словами. Мы надеемся, что таки здравый смысл победит. На торжественном приеме гостям, а среди них коллеги-представители Депкорпуса, известные политики, государственные деятели, был показан небольшой фильм об итогах российской дипломатии за прошедший год. Он завершался поздравлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Удалось немало сделать в минувшем году. Мы достигли исторической договоренности об урегулировании иранской ядерной программы, завершили процесс химической демилитаризации Сирии, согласован и очень важный документ на Парижской конференции по проблемам изменения климата. Хотел бы поздравить всех дипломатов, всех тех, кто работает в системе Министерства иностранных дел, как в Центральном аппарате, в наших представительствах, в субъектах Российской Федерации, в наших загранучреждениях. С праздником, дорогие друзья! Многочисленные гости также поздравили российских дипломатов с профессиональным праздником. Работникам посольства России именно в Латвии в эти дни хотелось бы, во-первых, сказать спасибо, потому что от вашей работы в значительной степени зависит то, как будут складываться отношения между нашими двумя государствами в это непростое время. Дипломатия сейчас, наверное, становится одним из важнейших инструментов для того, чтобы государства, союзы, блоки могли дальше развиваться, так, чтобы жителям всех наших стран было только лучше от этого. Та работа, которую они делают, зачастую в самых непростых условиях, она неоценима. В истории хватает случаев, когда работа дипломатов уберегла от больших проблем, от больших конфликтов и войн. Эта работа такая, которая служит установлению хороших отношений и в экономическом, и в культурной сфере, и в гуманитарной сфере, уже не говоря о политической сфере. Поэтому всем дипломатам России желаю только успеха. Редактор субтитров А.Семкин